Неделя 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 за что купил зато продал публикаторы видео утверждают что это киевская молодежь решила приодеться в секонд-хенде в болгарии запретили 4 российских телеканала и получили демонстрацию в софии участников демонстрации понять не трудно мало того что власти вводят цензуру нарушая конституцию они еще и любвиных передач лишают а вот это серьезно немцы судя по всему обиделись на бразильско-аргентинский дуэт протеста против помощи украине и высказали шольцу свое пф у бразилии больше суверенитета чем у нас высказались в мюнхене а в берлине протестовали под лозунгом чем социальная профессия тем ниже зарплата а ведь правда аппетит говорят приходит во время еды стоило молдавскому премьеру наталья гаврилица съездить на саммит евросоюза как пришлось в отставку подавать и вот какое дело ненасытная улица сразу потребовала и увольнение президента майя санду нет нет мы не повторяем кадры из парижа просто в конце недели французы вновь занялись своим любимым делом бузить на улицах и мутузить полицейских я их понимаю но и сказать хочу мадам а месье вы десять месяцев назад по второму кругу переизбрали себе президента прекрасно знаю за кого проголосовали а еще вы через два месяца выбрали себе парламент прекрасно зная за кого проголосовали вы осуществили акт демократии какого еще вам рождена надо также надо отметить то ли упорство то ли занудство израильтян которые несмотря на холод непогоду и воздушную тревогу вышли в 140 лохматый раз протестовать против родникова нетаньяху и его судебной реформы а для тех кто выдержал наш недельный итоговый эпос заслуженный бонус пересказать протест одинокого грузина за гранью возможного просто послушайте если миша был бы на воле я уверен путин не посмел бы украине войну начинал потому что путин больше всех во всем мире во всем мире путин боится михаила саакашвили